Алексей Резников, можно вас к микрофону? Да. Значит, смотрите. Постоянный представитель Российской Федерации предупредил ОБСЕ, то есть, ну, постоянный представитель в ОБСЕ, естественно, о последствиях вашего назначения министром обороны. Сегодняшнее утверждение в должности министра обороны Украины, бывшего вице-премьера при интеграции Алексея Резникова, также вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию Минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом «переходном периоде», который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы комплекса мер. Вот, Алексей, вот, Алексей Ильич, вот скажите мне, пожалуйста, ну, мне, нам, то есть тоже, это народу, вот, а почему вас назначили министром обороны? Пан Саек, аналогичная ситуация вы спросили, а мы вас не слышали. Почему вас назначили министром обороны? А, я говорю, да, почему вас назначили министром обороны? Как вы считаете? Ну, вы знаете, за Конституцией, единственная человек, которая принимает решение, кого номиновать на министра обороны або министр закордонных справ, это президент Украины. И он является единственным таким субъектом подания до Верховної Ради. Відповідно, таки решения были приняты президентом Зеленским. Это его стратегия, про которую мы сегодня говорим, до речи. И я принял эту пропозицию, и, соответственно, вчера в парламенте она была реализована. Я думаю, что сегодня перед Министерством обороны стоят, как и раньше стояли, очень важные вызовы вызовы, но одна главная мета на сегодняшний день – это реализация приписов Конституции щодо нашего невпинного кроку, руху в сторону НАТО, как результат в результате объединения до Альянса. Мы все понимаем, что вступ до НАТО – это будет политическое решение лидеров страны, которые были членами этого Альянса. Но Украина должна быть до этого готова, и мы должны отвечать всем стандартам НАТО. Они прописаны, есть большие книги. И, кстати, хочу напомнить, что НАТО – это не только военный союз, это и экономический союз, это и на защиту демократии, развития и много чего-то другого. И, соответственно, для того, чтобы отвечать стандартам НАТО, мы должны уже делать много вещей. Например, Министерство обороны в любой НАТО – это складовая уряда, это цивильное ведомство, цивильное министерство. Министр обороны – это цивильная особа и действует политический, демократический контроль за Збройными силами и административное управление. Збройные силы воюют, защищают, чинят оперы, против, делают высеч, а Министерство обороны и обеспечивают реализацию плановых задач Збройных сил. Починаючи від вирішення питань закупівлі, грошового забезпечення, озброєння, ведення перемовин з партнерами військової дипломатії, багато чого іншого. И по великому рахунку задачи, которые сегодня стоят, они, в принципе, как раз осяжны для юриста. Мне кажется, что сегодня мои певные профессиональные навыки, которые накопичены за стихи лет моей юридической деятельности, практичной деятельности, они могут быть сегодня на користь Министерства обороны. А точнее, на користь Збройным силам, которые сегодня защищают нас с вами. Ну а я, как адвокат, за традицией буду защищать Збройные силы на дипломатичном фронте, политическом фронте, спілкуваться и представлять их в комитете профильному парламенту, в Раде национальной безопасности и обороны. Ну и, главное, с нашими партнерами захидными, цивилизованными, которые поддерживают нашу страну. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о членстве в НАТО, хотя, ну, я думаю, что я не свою точку зрения говорю, я говорю точку, я просто, это коллективная точка зрения очень многих людей, что еще много лет пройдет, пока Украина вступит в НАТО. А вот статус самого близкого союзника Соединенными Штатами, это более реалистично. И особенно сейчас президентом Байденом и с его окружением, и глава Госдепартамента, и министр обороны Соединенных Штатов очень положительно относятся к Украине. То скажите мне, почему не брать то, что можно взять в руки, а мечтать о НАТО? А ми не відмовляемся брати те, что мы можем взять, але це не забороняє нам мріти. Знаете, я був в свой час в Брюсселе, виступав в комиссии Украина-НАТО, як віце-премьер-міністр. Зараз пані Ірина цю посаду обіймає. І ми мали розмову, в том числе, з паном Джоаном Мірчі, це заступник генерального секретаря НАТО. Він сам з Румунії, колишній міністр закордонних справ, і він мені сказав, що дивись, у нас було теж багато розчарування в свій час в Румунії, і ніхто не вірив, що прапор моєї країни, як сказав Джоаном Мірчі, буде колись теж майорити тут біля будівлі НАТО. І каже, це відбулося. В один прекрасний момент прийшов цей час. І каже, нас запросили, але ми мали бути готові до цього. Тому наша задача бути готовими. Є різні варіанти співпраці, по суті, бути членами Альянсу де-факто, не де-юре. Але нам треба будувати різні альянси. Сьогодні є небезпека зборок у російських країнців на Чорному морі. Там є Румунія, Україна, Грузія, Молдова, країни, які Болгарія, і це країни НАТО, і нам треба з ними співпрацювати. Країни Балтії, Польща. Наприклад, є таке поняття квінто. Це Литва, Латвія, Польща, Канада і Сполучені Штати. Пропрошую, Об'єднана Королівство, Канада, Сполучені Штати, Литва та Польща. У нас сьогодні є спільна бригада литовсько-польсько-українська, яка вчиться спільно працювати на взаємодії. Тобто сьогодні досить, який мають наші збройні сили, вже цікавить наших партнерів НАТО. Тому варіанти можуть бути різні. Але ви правильно кажете, нам маємо їх розвивати. Підписана рамкова угода під час візиту делегації України на чолі з президентом України, підписана в Сполучених Штатах. Цю рамкову угоду треба наповнювати. Є сьогодні готовність уряду Великобританії дати нам кредит 2 мільярда фунтів на розвиток нашого флоту. А ракетну програму цим теж треба займатися.